Всех приветствую! Покажу я вам, как по мне, интересный бой против более высоких рангов, против 15-го и 17-го, у меня 13-й. И у моего напарника также 17-й ранга, высокий. Видео будет от первого лица. Я буду показывать скорость прокрутки, умноженная в 1,4 раза, ну почти в 1,5 раза. Увеличена скорость прокрутки, чтобы видео не длилось полчаса, так как сам по себе бой длился больше 25 минут. Увы, к сожалению, в балансе 2.0 сами бои становятся более затяжными и на самом деле не очень динамичными, я бы сказал. Почему? Я как раз и хочу рассказать в этом видео, может быть, вам немного пожаловаться про баланс и не только. Вот. Расскажу вам про новые карты, про баланс, расскажу про игру против более высоких рангов и про игру против более прокачанных игроков. Ну, во-первых, что надо сказать, это то, что у меня очень много улучшений, даже больше, чем моего напарника. Сколько я говорить не буду, потому что, ну, это конфиденциальная информация, если вы хотите узнать, сколько улучшений у моего союзника, ну, напишите ему, спросите, да. А сколько у меня улучшений, вы, в принципе, должны догадываться, я не так давно делал видео по своей прокачке, но с тех пор, кстати, у меня появилась еще прокачка, так как я получил с жетонов золотые кредиты, ускорился. Вот. И про это видео, кстати, должен вам показать, но пока что руки не доходят, вот на этой неделе, надеюсь, я вам покажу. Вот. Соответственно, играем против более слабых оппонентов, но более высокого ранга. То есть, они опережают меня на 2 и 4 ранга, это очень много на самом деле, вот, тем более на 14 ранге появляется авиация, появляется зевс, ну, как бы в остальном по мелочам, вот. Ну, молот и пехота, это, безусловно, это решает на самом деле. Значит, начинается бой обычно, карта, наверное, самая левая из всех карт, которые есть. Выходим оба в море, поэтому я решил не строить кайман для разведки моря, мне, в принципе, оно не надо. Вижу, что стройдвор находится далеко у противников от моря, поэтому можно не ставить там вышку, не ставить постройку кайманов для защиты верхней, сразу можно выходить в олигарта. Я решил, что карта не очень удобная, поэтому лучше вдвоем пробить одного из языков аллигаторами, тем более зеленый находится относительно близко к суше. Вот, по-любому мы достанем до штабов, так что можно закончить этот бой побыстрее. Но мой напарник решил валик не выходить. Так, чем эта карта плоха? Да она плоха всем. Во-первых, хочется сказать, что когда появились весной новые карты, появились две карты, где море в самом центре, они были неудобны тем, что на суше довольно-таки мало ресурсов. То есть, как ни крути, возможности быстро построиться нет. Ибо на суше там 3-4 контейнера, но от силы вы возьмете на 1 контейнер больше, чем у вас противник, это по-любому недостаточно. То есть, если у вас слабая прокачка, если у вас маленький ранг, то у вас есть два варианта. Либо сразу выходить в 4, допустим, центра снабжения, либо делать какой-то анти-раш армии. Если вы построили там 2-3 центра снабжения, то у вас уже нет возможности построиться дальше. Если вы построили 4, то, ну, есть, конечно, небольшой шанс, что вас зарашат. Есть такой вариант, бывает. Более того, если вы потеряете море, то также, ну, такой небольшой шанс, что какой-нибудь нуб оппонент выйдет там, те же аллигаторы, барракуды и вас продавят без прокачки. Меня же больше волнует то, что, помимо того, что на данной карте мало ресурсов, на море также ресурсов нет. Это понятно, что бессмысленно на подобных картах выходить в море ради ресурсов. Проблема заключается в том, что администрация, пока никто не видел, урезали ресурсы на карте. Может быть, кто-то не знает, но раньше, допустим, если контейнер содержал 300 ресурсов, то сейчас, допустим, 250 или 200 ресурсов. Более того, дошло до абсурда, что на море, на некоторых картах есть контейнер по 50 ресурсов. 50. То есть, пока вы выйдете в плюс, то есть, вы построили верфь, вы построили дельту или кайман, то пока вы хотя бы дельту и кайман окупите, то вы должны собрать где-то 3-4 ящика. Не говоря уже о том, что вместо вот этой постройки верфи вы могли бы спокойно построить себе центр снабжения, и его еще надо как бы окупить. То есть, отсутствие центра снабжения. Ну, это как бы не очень хорошо, поэтому развитие очень медленное. Мне не нравится то, что в балансе 1-0 можно, так, не хватает электроэнергии, уничтожаем казарму. Мне не хватает то, что в балансе, мне не нравится то, что в балансе 1-0 можно было построить фулк 2-го уровня штаба за 5,5 минут на 5,35 в атаку. Допустим, у вас 45 командных очков из 55, да? Идете рашить, и у вас есть возможность продавить оппонента, который необдуманно, допустим, выходит в авиацию или там тот же Зевс. Увы, сейчас это невозможно. К сожалению, продавить противника невозможно на втором уровне штаба, тем более сопротивлению фулк 2-го, это 6,30. 6,30, как известно, на 6,30 уже есть вертекс. Даже если у вас есть диктообразство, там также будет армия большая. Ну, в общем, провально будет использование раша на втором уровне штаба. И даже если это не будет раш, даже если вы построите 5-4 центра снабжения, если у вас будет очень хорошая база, если очень хорошая разведка, очень много возьмете ресурсов, вы по-любому не сможете атаковать достаточно рано. И ваша ранняя атака, которая не будет рашем, которая будет состоять из броненосцев, 2 завода, пехота, снайпера, то есть все как надо, вы по-любому не задавите противника, потому что где-то с 14-15 ранга, тем более, конфа может спокойно на балансе 2-0 выходить в Зевс, вертекс, бункер, пехота, легкая пехота, причем, и вас никогда не задавят. Вот смотрим, например, вот такую ситуацию, играем против сильного оппонента, я аж на 9-й минуте ползу к противнику, у меня есть 4 аллигатора, долго до него ползти, и что у нас есть? Итак, у меня 4 аллигатора, здесь всего лишь 1 Зевс, 1 Зевс. Я не могу пробить без золота, без золотых бустов, вот этот несчастный Зевс, ибо аллигатор у меня, несмотря на то, что это фуловый аллигатор, чтобы вы поняли, это фуловый аллигатор 13-го ранга, то есть он до упора прокачен, включая ремонт, я не могу продавить 1 Зевс, мне просто убивает половина аллигатора, за счет того, что тяжелый штурмовик 17-го ранга просто не позволяет мне ничего сделать. Но можно было, конечно, построить там кайманы, которые бы стреляли издалека, но, блин, это улучшать полностью флот, для того, чтобы убить, блин, 1 Зевс, 1 Зевс и пару пехотинцев, ну, блин, с тем же успехом, с таким преимуществом можно построить наземку, но наземку вы не построите, ибо это ужасная карта, просто отвратительная. Вот пока вы пройдете вот этот горб, допустим, у вас Ягахан, да, но он разрядится. На малом ранге он разрядится, это будет 4 уровень штаба, там по-любому будет дофига ресурсов, противник построит 8 бункеров, там, может быть, флоры будут, и вас продают. Если это атака конфедерации, допустим, на 3 уровне штаба, то вы спокойно можете заминировать все, что угодно, потому что там позиция только одна, вот, особо крепостями не разминируешь в наглую, вот, тут я уничтожаю центр снабжения, ну, хотя бы хоть что-то, размен одной ЦС на один аллигатор не очень выгодный, потому что, как бы, у меня 4 аллигатора, которые мертвым грузом бежат, то есть, ну, вышел я в море, толку никакого. Вот, вы можете спокойно внизу, наверху нет, но внизу вы можете спокойно все заминировать, и вас не продавят вообще никак. Тем более, если там поддержка авиации второго игрока, то это просто ГГ. То есть, наземкой снизу нападать невозможно. Можно напасть сверху. Если, допустим, вы отправите огнеметчики, допустим, зеленый игрок отправит огнеметчиков в зерсов синему игроку, и синий игрок, допустим, выйдет в 3 завода молотов, то тогда, в принципе, может быть, это сработает. Тут два варианта. Либо это мины, хотя мины не всегда удобно ставить сверху, но тут кречет, конечно же, вместо того, чтобы пойти через низ, идет через верх. Это обычная ситуация, не знаю, как это контролировать, на самом деле. Может быть, у меня руки кривые, может, мне просто опыта не хватает понять, когда кречет, вздумает пойти по совсем другому направлению. Так, уже Зевса двух игроков, понятное дело, надо строить Яги. Я, кстати, случайно улучшил завод до 3 уровня, но он на самом деле понадобится. Вот, используем первый буст красный в этом бою. Ну, как бы лечение, но особо не очень решает. Так, один аллигатор забыли остановить, он сразу уничтожается. Это флова аллигатор, чтобы вы понимали разницу между рангами. Ранг решает. Серьезно. А вот на таких картах дурацких, в таком балансе левом, где наземкой быстрая атака и просто нереально пробить оппонента, ну, ранг решает, кач решает. Что я могу сказать? Причем так во всех картах, то есть ресурсов очень мало, вложить их быстро и эффективно не получается. И, допустим, вы уходите в 3 уровне штампа. Нет, давайте сначала на 2 уровне штампа поговорим. Противник огнеметчик и полс молотый. Ну, снайпер, он даже с пехами не может справиться, огнеметчиками подавно. А молотый, ну, против них только грены или ягуары подойдут. Вот, ну, построили вы грены, ну, там огнеметчики их сожгут. Построили вы броники, их молотый сожрут. То есть, ну, без варианта. Даже если там пех плюс молот, там, по-любому, снайпер плюс броники, они ничего не смогут делать. То есть, второй штаб, он отключается сразу. Если нападать на 3 уровне штаба, а противник, скорее всего, более-менее опытный сразу, даже без прокачки, сразу выйдет 3 уровень штаба ради 3 заводов или, там, ради вертекса и заводов. Конфа где-то с 14-15 ранга вообще может сразу выходить зевс плюс вертекс, не париться, потому что, ну, броники что могут против вас делать? Построил там 25 легких штурмовиков, и их ничего не возьмет. Потому что у пеха Конфы, даже на 13-ом ранге, где-то 1400 жизней, это больше, чем у Грена, или примерно столько же Грена сопротивления. Ну, это просто имба. Его, ну, да, может быть, он не очень много урона нанесет, допустим, по одиночным каким-то целям, да, по броникам. Но пока вот ты его завалишь, пройдет 100 лет. Там казармы, поверьте, работают неплохо, не хуже, чем у сопротивления. То есть, 3-4 казармы, и как бы это ГГ. Вы не продавите противника просто. Учитывая, что и броники плохо дамажат здание, то без вариантов. А броники нужны для уничтожения бункеров. Вот, ресурсов паловато, не хватает на мины, чтобы вы понимали, что мины здесь особо помочь не всегда могут. Вот, тем более, и на флот понравилось все, который мне, как бы, ничего не дает. Пушку построил, которую, ну, в принципе, должна напугать хотя бы молота, чтобы раш не было. Там все-таки и противник мог бы выйти в начальный юнит. Кстати, если вы заметили, то противник построил бункера. То есть, у меня преимущество было явное в ресурсах, но ему не надо особо со мной тягаться. Он, как бы, конфай так же тащит. И без особых ресурсов, потому что не будет тратить их на флот, который, кстати, вообще не может помочь, не будет тратить на пехоту, не надо строить пушки, но как-то защищаться от этого всего правильно. Тем более, здесь две пачки. Особо ягуарам и вперед так же нельзя продвинуться. Если там сильный противник на этой карте и нападать сверху, то там будут огнеметчики, ракетки. И позиция, на самом деле, удобная. Если вот кверху построиться, вот как я оставлю вышки, там очень удобно строиться. Единственное, что здесь противники слабые. У них там четыре тайфуна. Особо четыре тайфуна погоды не сделают. Куда вы стреляете, кричит? Не спешим. Смотрим, если пушка будет стрелять. Уграю на синих, ну так, развлекаю себя, скажем так. Мне реально хотелось узнать, что может сделать сопротивление против конфы, такой, ну, выше ранга, но меньше кача. Вот так там ранг зарешает. Ну, видно, что вертекс просто ваншотит. И я, и там, и зевс особо их тоже не боятся. Там, пару выстрелов, и недорбитый ягуар падает. Вот, тем более, мне еще кричит и выбили две пво-ошки. Две пво-ошки, которые фуловые. И у меня еще есть эти две, два очка умения на здание. Ну, как бы, хоть бахны. Радует, что хотя бы казармы танкуют. Вот. И если ты, допустим, выходишь в третий уровень штаба, ну, там зевс, град, вертекс, молотый, пехи, особо тоже не выдвинешься. И у тебя остается только егэ хам. Вот егэ хам плюс там дофига гренадеров, которые должны что-то делать, да? И ты понимаешь, что ты, на самом деле, продвинуться особо не можешь. Потому что, ну, известно, что егэ хам эта вещь такая непростая. Еще один буст для лечения. Классный буст, кстати, надо бы его почаще использовать. Хотя, не знаю, может быть, надо улучшаться полностью в лечении. Потому что, вот, у меня броники не полностью у них улучшенного лечения. Там, по-моему, одна палочка. И особо толку мало. Вот смотрите, 4 клетчета, пол зевса снова взять. Ну, круто. Без буста, правда. Без буста. Пол зевса. Чтобы вы понимали, как ранг тащит. Вот. Как-то так, да. Правильно делает зеленый игрок, что он не может и не собирается выдвигаться с полом на желтого игрока, потому что это долго топает, да? Вот. Но, с другой стороны, если у желтого и у зеленого игрока нет авиации, то, как бы, желтый игрок может делать все, что угодно на этой карте. Вообще безнаказанно не играть. Топлива нет, правда. И вот вы уходите в Ягахам. А там конфа, которая даже ни разу не вышла с базы. Ну, вы убились разок об базу. Допустим, у вас ступор разрядился в хамелеон. И все, дальше уже не продвинуться. Даже если вы армию не потеряли, надо какой-то заказ сделать, тем более, там еще и 8 казарм будет на 2 базы. И, как бы, пробить это не всегда легко, вот, когда там куча дозаказа пехоты. Так, пытаюсь отвлечь противника. Это, как бы, особо дохлый номер. И выходит, что противник просто выходит в луч. Мне это очень не нравится, что, когда ты выходишь в Ягахам, первое, так, вот вы видели игры топов. Ну, там, правда, голда, но здесь, в принципе, разницы принципиальной особо нет. Потому что в топе голда и золотые бусты, так, уничтожим хотя бы разведочку, чтобы можно было моему союзнику летать просто так. Вот. В Ягахам убиваешься об Тор, об Зекс, об что угодно. И дальше, единственное, что тебе остается, это ядерка. Потому что, ну, уже другого ничего не остается. Здесь у меня ресурсов достаточно много. Фулл КО надо ставить ПВОшек, которые вообще нет. Надо реально отставить. Ставлю даже еще одну пушку. Казармы надо пару поставить. Вот, видите, как бы, ну, ресурсы уже закончены. Особо на Минке, конечно, ресурсов не хватает. Да, вы можете сказать, что не обязательно строить пушку, но я решил почему-то поставить. Посмотрим. Я решил ее поставить, потому что мины, ну, поставишь ты мин, а если то, то она не пройдет. Плюс, мина, это нужно больше четырех мин для уничтожения Зевса. У меня фуловая мина, я не знаю. Ну, по крайней мере, против Зевса четырестого ранга больше четырех мин надо. Может быть, против Зевса тринадцатого ранга, там надо три мины. Не, ну, наверное, три с чем-то. Но так надо четыре мины или даже больше четырех мин. Пару тайфунов, не страшно. И, понимаете, вот наши союзники не стараются. Да, я согласен, что там как бы слабенькие, скирмовики, турниров в принципе нет. Но у них все равно покачан хотя бы Зевс, тайфун, там, пехи. Такие какие-то основные юниты. Может, вертекс чуть-чуть покачан, ну, здание, конечно, не крепкие. Но, тем не менее, оно что-то есть. Вот они стараются играть на землю, но они нифига не могут на этой карте. Потому что моему союзнику ему ничего не надо делать. Он просто там, вот, красный густ, ну, опасный. Потому что просто врубается на казарму, по сути. То минус одна пушка, минус вторая пушка. А то, вот, ну, стараешься. Но там кречет, а инициатива у моего союзника, она просто катастрофическая. Конечно, там не фуловую кречет, вообще не понимаю, как можно играть с кречетом с такой прокачкой. Там немного не хватает брони и хп. Вот, но тем не менее. Вся инициатива авиации у нас, потому что у напарника много кречетов, у меня также кречет, кречет есть. Можно безнаказанно выходить просто в ядерку. Вот, без каких-то проблем. Тогда, когда наш противник просто убивается в нашу базу, и все. Ну, сколько там тайфунов надо сделать? Ну, понятное дело, что в определенных ситуациях тайфун, ну, решает просто катастрофически. Но если его маловато, если не хватает такой критической массы, то не очень комфортно. То есть, критическую массу тех же крепостей, дикобразов, тайфунов, их сложно координировать, их сложно ими управлять. Допустим, у вас 9 тайфунов, их не всегда хватает на 9 кречетов. А если у вас, допустим, 7 тайфунов, то их может вообще не хватить на 9 кречетов. Но если, допустим, у вас 9 против 7 кречетов, то это может полностью уничтожить кречет, причем без проблем. То есть, ну, это надо просто иметь стиль. Ну, тут я просто беру безнаказанно, своими 4-ми агречетами, уничтожая заводы, которые, ну, прокачка желает лучшего. Ну, в любом случае, даже если там был бы фуловый завод, ну, может быть, 3 залета мне бы хватило на завод. То есть, ну, мне такой баланс не нравится. Серьезно. Я считаю, что это неправильно, что надо что-то с этим решать. Во-первых, надо поставить чуть побольше ресурсов на карте, надо, чтобы было 2 завода дикообраза, ну, потому что, ну, блин, дикообраза движение урона наносит по пехоте, по пехоте. Единственный юни, по которому она наносит урон, меньше, чем по пехоте наносят стрелки. А стрелки вообще не наносят урон по пехоте. То есть, ну, это неправильно. Ну, дикообраз это мертвым грузом. Ну, так, если у вас хотя бы 2 завода дикообраза, ну, вы хотя бы что-то против пехоты можете поставить, просто за счет вашей массы. Если у вас много дикообразов, да, они, конечно, не будут стрелять далеко, но, тем не менее, хоть как-то на развороте что-то смогут сделать. Ну, 2 заводов циклонов у нас нет, 2 завода дикообраза у нас нет. В 4 штаб выходить для хамелеона, который на малом ранге просто дно днищенское. Не хватает времени на хамелеон, не хватает площади на хамелеон, не хватает просто банально тайминга, ресурсов. Ну, я считаю, что это неправильно. И в итоге выходит, что если противник более-менее крепкий, допустим, у вас 700 улучшений, у конфы 500 улучшений, то вы, собственно говоря, ничего не можете сделать, только если у вас более-менее, например, авиация есть. Но против авиации и конфы тоже особо не поиграешь. Правильно? Вот. Если там есть торы, то, ну, это беда, это беда. Бой может затянуться. А если там чуть-чуть, допустим, ранг повыше, то, как бы, ранг затачит. Так что раньше хотя бы, если ты выходил, допустим, в третий уровень штаба, тебя могли бы наказать. Вот. Без разведки, третий уровень штаба, без защиты, все прилетело там, фу, клоу второго уровня штаба, все, до свидания. Твоя тактика слепую вот так выходить в тяжелую технику, она контролировалась достаточно хорошо. Сейчас конфа без проблем может выйти либо в масс-молок третьего уровня штаба, либо в огнеметчики или пехи плюс молоты второго уровня штаба, либо в Зевса, Град, Тайфун третьего уровня штаба, и спокойно идти в луч. А сопротивление, немного кречетов, немного ягов, немного дикообраза, пехот, какие-то бестолковые юниты, которые нифига не могут сделать. И дальше тупо ждил луч. Вот. Тот же флот, он более-менее эффективный, но вы видите, что тайминг, я бы не сказал, что самый хороший. Вот там три торпедки построить, и нифига я не смогу сделать. Серьезно. А три торпедки, по-моему, на третьем уровне штаба и есть. То есть, особо не разбежишься. Можно, конечно, использовать голду, но не забывайте, что у ваших противников тоже есть голда. А выигрывать исключительно за счет голды я не считаю, что такая должна быть стратегия. Вот такой вот боя получился. Мне было тяжело играть против данных рангов. Юниты вроде бы есть, вроде бы фулкло, вроде бы экономика нормальная, вроде бы аллигаторы есть. А на самом деле нифига не можешь. И то же самое касается наших оппонентов. Вроде бы они играют, вроде бы они качнули зевсы, качнули какие-то юниты, но просто вышел в ядерку и играет без проблем. То есть, надо авиацию строить, бесконечно тратить ресурсы в прокачку, в голду. Ну что ж, пишите комментарии, ваше мнение.